Продовольственная безопасность, поддержка бизнеса, реализация государственных и муниципальных программ. Эти темы Андрей Воробьев обсудил сегодня на еженедельном совещании с членами правительства Московской области и главами муниципалитетов. Санкции заставляют определить приоритеты в развитии страны и Подмосковья в частности. В каком объеме будут реализовываться государственные и муниципальные программы в 2022 году? С этого вопроса губернатор начал оперативное совещание. Все приоритетные государственные и муниципальные программы будут реализованы. Безусловно, в разные сложные моменты каждый из нас должен подумать, что является самым главным сейчас, что можно поставить во вторую очередь. Такую работу ведет правительство Московской области. Соответствующее поручение я Ильдару Нарулычу дал. Прошу и вас, каждого на своей территории, внимательно разобрать, что является приоритетом, а что является важным, но все-таки может потерпеть до какого-то времени. Вторая тема – бизнес. Как поддержать субъекты малого и среднего бизнеса на фоне санкций? Подмосковные власти приняли антикризисные меры поддержки для предпринимателей, в их числе мораторий на плановые проверки, уменьшение штрафа для малых и средних предприятий, кредитные каникулы до 6 месяцев. 44% наших компаний говорят, что самое сутевое сейчас для них – это кредитная нагрузка, это дорогие финансовые ресурсы. Поэтому очень важно сейчас – это кредитные каникулы. Кредитные каникулы начинают действовать уже сегодня. Получить отсрочку по погашению как основного долга, так и процентов можно будет на период 6 месяцев, если выручка предпринимателя за последний месяц снизилась на 30%. Следующая важная тема – импортозамещение. Для компаний, которые будут готовы реализовывать новые инвестиционные проекты, принят упрощенный порядок передачи земельного участка без торгов. По сути, бесплатно. При этом для них предоставляются и льготные займы. Федеральный фонд развития промышленности Российской Федерации, который предоставляет льготные займы по ставке от 1 до 5% для компаний, которые реализуют проекты импортозамещения, будет докапитализирован на 60 миллиардов рублей. Наша задача максимально – все наши проекты по импортозамещению, которые будут приходить в Московскую область, финансировать с использованием этого ресурса. Мы разработали и уже сегодня на инвестиционном портале Московской области подать заявку на проект импортозамещения. Любая компания, любое предприятие может в режиме онлайн. То есть вот там есть кнопочка «Подать заявку». Справа мы уже выложили те отрасли, в которых нам необходимо импортозамещение. Ну, например, это лекарственные препараты импортные, которые мы закупаем. Это благоустройство. Вот обсуждали вопрос необходимой пресс-формы для производства плитки, которая идет на все наши дорожные покрытия, на парки, на скверы. Кроме того, что земля у нас предоставляется бесплатно, мы еще и помогаем началу новых проектов. И здесь я хочу обратиться и к главам, и к отраслевикам по оперативному поиску таких проектов. Ряд из них, порядка пяти, по фарме, строительным материалам, утеплителям в частности, и по котлам, газификация, у нас уже на рассмотрении. Отдельный блок вопросов связан с продовольственной безопасностью. Чтобы обеспечить себя продуктами питания, необходимо провести посевную в большем объеме, чем год назад. Аграриям субсидии увеличены в два раза. Посевная не за горами. Как к ней подготовились сельскохозяйственные предприятия? Если говорить о прогнозе посевных площадей на этот год, мы планируем увеличить посевные площади на более чем на 36 тысяч гектаров и получить с них урожай дополнительно 80 тысяч тонн. В процентах это сколько? Андреич, это порядка 10%. Мы закладываем. Понятно, что сельскохозяйство это всегда рискованное земледелие и так далее, но все для этого готовится. Правильно я понимаю? Да, совершенно верно. Семенами, техникой аграрный сектор Подмосковья полностью обеспечен. Несколько хуже ситуация с горюче-смазочными материалами. Но еще есть время решить и эту проблему. Мы увеличиваем государственную поддержку сельскохозяйственной отрасли. Если говорить о принятых решениях, 368 миллионов рублей добавлено напрямую по гектарную поддержку нашим сельхозтоваропроизводителям. Если говорить о готовящихся решениях, то это поддержка и стимулирование производства молока. Мы увеличим на 19% плем поддержку молочного крупного рогатого скота. Мы увеличим поддержку на каждую голову с 15,5 тысяч до 18 тысяч рублей. Без молока, хлеба и овощей Подмосковья не останется. И ажиотаж, который возник из-за массовых скупок продовольственных товаров в магазинах, искусственно созданный. Как и рост цен на социально значимые товары. Мониторинг проводится регулярно, и меры к завышению цен принимаются соответствующими службами. Время сегодня простое. Главное – не потерять работу. Запустили горячую линию. Если нужна помощь в трудоустройстве, необходимо набрать номер 122, далее кнопка 6 и кнопка 1. И оператор в режиме ответа на звонок подберет возможные вакансии с учетом профессии желаемой и заработной платы. Мы посмотрели, у нас сейчас достаточное количество вакансий, как на портале «Работа в России», на «Хэтхантер», на «Суперджоп». Подбор вакансий осуществляется на этих порталах. Линия 122 работает в будние дни с 8 до 20.